Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас видеть на нашем вебинаре. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь и учителем логопедом, и дефектологом, и также нейропсихолог. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие нейропсихологические приемы мы можем использовать в качестве логопеда-дефектолога, и эти приемы будут тоже интересны также педагогам-психологам. В настоящее время количество школьников, которые испытывают трудности в обучении, неуклонно растет. Раньше основными причинами неуспеваемости в школе считались неправильное воспитание, проблемная социальная среда. В последнее время, в последние годы неуспешными оказываются и дети из вполне благополучных семей. И все чаще хорошая успеваемость в школе дается ребенку ценой постоянных головных болей, проблем с желудочно-кишечным трактом или различных невротических проявлений. Один ребенок начинает говорить в год, а в четыре уже читать, а другой, учась в школе, порой уже даже не в первом классе, с трудом усваивает послаговое чтение, неуверенно узнает или вообще путает буквы. У одних детей абсолютная грамотность, а другие, вызубрив наизусть все правила, делают по несколько ошибок в каждой строчке. И такие проблемы возникают не только у детей с тем или иным диагнозом, но и у абсолютно здоровых детишек. В чем же причина? Одна из причин в том, что система школьного обучения в данное время не в полной мере соответствует возрастным интеллектуальным особенностям детей. Социальный прогресс, высокий темп развития науки и техники приводят к тому, что общество предъявляет все более высокие требования к школьному образованию. В результате даже способные к обучению дети попадают в разряд неуспевающих. Другой причиной трудности обучения могут быть различные, скажем так, грубо говоря, недоформирования отделов головного мозга. И это не значит, что с ребенком что-то не так. Ребенок может быть абсолютно здоровым физически и умственно, но его мозг, который еще развивается, не успевает справляться. Со школьной нагрузкой. Чтобы помочь ребенку справиться с трудностями, специалистам, работающим с ним, помогут знания нейропсихологии. И здесь помним еще также о важности пропедевтики. Чтобы избежать этих последствий, то лучше, конечно, начинать работу в дошкольном возрасте. Каким образом нам поможет нейропсихология? Вообще, что такое нейропсихология? Буквально кратко, поскольку время ограничено и на теорию у нас нет времени. Нейропсихология – это наука о мозговой организации высших психических функций человека. Иными словами, нейропсихология детского возраста изучает развитие высших психических функций в зависимости от формирования и развития мозга. В нейропсихологии высшие психические функции рассматриваются как функциональные системы, которые системно и динамично локализованы в мозге. Нейропсихология считается относительно молодой областью научного знания. Официально она заявила о себе в середине XX века, а точнее со времен Второй мировой войны. Ее признанный создателем, выдающийся отечественный ученый Александр Романович Лурия, имея двойное неврологическое и психологическое образование, сумел соединить наиболее важные положения этих дисциплин в одно целое. Результатом чего и в итоге явилась нейропсихология. Он разработал теорию системной динамической локализации психических процессов, являющейся теоретической основой нейропсихологии. Впоследствии, благодаря трудам ученых, в первую очередь отечественных, таких как Павлов, Сеченов, Леонтьев, Гальперин, было составлено достаточно четкое представление о значении для психики человека, центральной нервной системы и прежде всего головного мозга. Тем самым основание для появления нейропсихологии переросло в ее необходимость. Нейропсихология открыла принципиально новый подход к пониманию психики человека и ее нарушений. Нейропсихология изучает психологическую структуру, мозговую организацию неречевых высших психических функций, то есть различные виды неречевого гнозиса, праксиса и также речевые функции. Также нейропсихология изучает нарушения речевой и других высших психических функций, их диагностику, методы коррекционно-восстановительной работы в процессе развития ребенка и человека и в период зрелости. Также нарушение речевой и других высших психических функций в зависимости от поражения мозга. Локальную, диффузную, диффузных, межзональных связей, то есть проводниково-нервных путей. Каково же значение нейропсихологии для логопедов и дефектологов? Нейропсихология позволяет понять мозговые механизмы различных нарушений развития, расширить спектр диагностических методов, анализировать структуру дефекта пострадавшей функции, выделение первичных и вторичных симптомов для понимания компенсаторных перестроек и выбора методов направленного воздействия. Также позволяет выбирать оптимальные методы коррекционной работы с опорой на закономерности межзональных взаимодействий в мозге. Как известно, речь и как любая другая высшая психическая функция осуществляется при участии трех основных блоков головного мозга. Первый – это энергетический блок, который регулирует тонус головного мозга. Сюда относится ретикулярная формация, ствола, лимбическая система, медиабазальные отделы лобной и височной коры головного мозга. Второй блок – это блок приема, переработки и хранения информации. Это основные анализаторные системы, зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий головного мозга после Роландовой борозды. Третий блок – это блок программирования, регуляции и контроля. К нему относится передний мозг. Для правильного развития речи и других высших психических функций очень важна согласованная работа всех трех блоков, а также согласованная работа левого и правого полушарий. Иначе при недостаточном развитии одного из них у ребенка с нормальным, казалось бы, интеллектом будут возникать проблемы в обучении, в том числе и в усвоении письменной речи. Если получается так, что недостаточно развит первый блок, который отвечает за активацию мозга, то ребенок будет быстро утомляться. На самом деле такие дети могут быть очень смышленными, сообразительными, просто их энергетического ресурса хватает ненадолго. Но уроки, как мы можем это увидеть? Они зевают, быстро перестают воспринимать информацию, начинают вертеться, роняют карандаши ручки, строят рожицы и мешают в итоге другим. Для повышения тонуса требуется обеспечить кислородом мозг, усилить кровоток. Достичь цели поможет здесь дыхательная гимнастика, специальный массаж и двигательная коррекция. Недостаточная сформированность второго блока приводит к проблемам с памятью и трудностям пространственной ориентации, что проявляется в зеркальном написании букв, путанице. Например, вместо буквы «Б» мы пишем букву «Д» и так далее. Также неправильное расположение в тетради записи. Проявляется в ошибках применения правил грамматики. Кроме того, второй блок мозга обеспечивает фонематический слух и зрительное восприятие, которое, собственно, необходимо для правильного развлечения звуков и букв. При недостаточном развитии третьего блока, блока программирования и контроля, во-первых, ребенок не соблюдает правила и не может себя контролировать, даже если он очень этого хочет. Во-первых, не соблюдаются учебные правила. Ребенок не умеет действовать по образцу в соответствии с правилами. Правила, кажется, знает, да, вроде бы все нормально, все знает, а пишет все равно с ошибками. Во-вторых, не соблюдает общие нормы поведения. Ребенок может встать во время урока, играть или наблюдать жизнь за окном, когда все остальные при этом усердно работают. Для чего же необходимо знание нейропсихологии в работе логопеда и дефектолога? В настоящее время специалисты, анализируя состояние речи, устной, письменной и либо других высших психических функций у ребенка, указывают на ту или иную проблему в речи или в развитии высшей психической функции, а не на механизмы, которые их вызывают. Специалист, который мыслит этим способом, коррекционный процесс выстраивает по-другому. Коррекционный процесс идет по методу научения, тренировки слабой функции. Причем тренировка этой функции у дошкольника может дать положительный результат, но здесь учитывать нужно, что это лишь на некоторое время. И то, возможно, за счет компенсаторных механизмов, с помощью которых психика ребенка в условиях детского сада еще не сможет решать вопросы адаптации. Но в условиях школы уже не сможет, и как следствие у ребенка появляются школьные трудности в письме, чтении, математике и так далее. Вспомните, как раньше, ну, в принципе, я думаю, сейчас тоже это можно встретить, хотя логопедические группы уже так не встречаются. Это те дети, которые посещали логопедические группы в первом классе, и у них было заключение общего недоразвития речи, третий уровень. Тем более, если у них отмечались минимальные мозговые же дисфункции, то что в итоге? В первом классе они даже опережали в своем развитии тех учеников, которые не посещали логопедическую группу. Дальше уже второй, третий, четвертый класс уже, они, естественно, не так выгодно отличались и потихоньку, потихоньку, грубо говоря, скатывались. Почему? Потому что работали по принципу научения. И у меня первое мое образование – учитель логопед, дефектолог. И я когда стала анализировать эту проблему, меня-то не устраивает вот этот момент, я-то хочу, чтобы и дальше моя работа была видна. И здесь как раз-таки у меня возник вопрос, что можно сделать. И так получилось, что благодаря одному человеку, психологу, потом она тоже проучилась на нейропсихолога, она мне рассказала о таких секретах, как нейропсихологические приемы. И я потом тоже пошла учиться, проучилась, использую уже много лет достаточно эти приемы. И вы знаете, уже сейчас могу сказать, я поддерживаю контакты со своими воспитанниками, сейчас я могу сказать, что да, действительно, учет нейропсихологии в работе как логопеда, так и дефектолога, использование этих приемов дает совершенно иные результаты. И здесь мы можем, конечно, говорить о том, что результаты стабильны, они быстрее формируются, быстрее мы их видим с вами, и они более стойкие. Итак, идем дальше. Важно, конечно же, провести диагностику нарушений речевой и других высших психических функций, то есть понимать, с чего нужно начать работу и как правильно построить коррекционный процесс. Без постановки правильного заключения невозможно определить адекватные патогенетически обоснованные методы работы по устранению нарушений высших психических функций. В нейропсихологической практике используется система диагностических методов, охватывающих как предметный уровень психической деятельности, то есть различные виды гнозиса, праксиса, так и абстрактные символическая деятельность. Методы диагностики нарушения высших психических функций разнообразны, существуют различные диагностические системы, наиболее широко используется система нейропсихологической диагностики, которая создана Лурией. Вы можете найти эту диагностику, пройдя по ссылке для скачивания дополнительных материалов. Основную часть диагностической системы составляют тесты, которые подробно описаны Лурией. Монография – высшие корковые функции человека. Имеются зарубежные и отечественные модификации, переработки этой системы. Одна из них выполнена Шкловским, Визель Носановской в Московском центре патологии речи и нейрореабилитации. Развернутое описание нейропсихологической диагностики дано в пособии Семеновичу «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте». Систематизация методов нейропсихологической диагностики и их анализ сделана Вассерманом, Дорофеевой, Мерсоном и Тонконогим. Какие же основные принципы коррекционного обучения? Первое, конечно же, это то, что детский мозг пластичен. Поэтому в коррекционной работе применяются прямые и обходные методы. Прямые методы совпадают с теми, которые строятся по канонам дидактики и используются в общей педагогике. Обходные методы состоят во временном исключении из алгоритма осуществления функции пострадавшего звена и привлечения тех звеньев, анализаторов, модальностей, которые в естественном развитии или не привлекаются, или являются дополнительными. При коррекционном обучении детей привлекаются ближайшие по функциональным ролям зоны мозга и, следовательно, ближайшие ассоциативные связи. Более отдаленные, но имеющие отношение к пострадавшей функции и зоны мозга, которые обеспечивают опережающее развитие. Коррекционно развивающая работа, имеющая нейропсихологическую направленность, имеет три направления. Это нацеленная на формирование базовых основ предпосылок познавательных функций, ориентированная на развитие и коррекцию познавательных функций и входящих в нее компонентов, и на развитие и восстановление межполушарных взаимодействий. При полушарной асимметрии мозга специалисты рекомендуют укреплять межполушарное взаимодействие. Только взаимосвязанная работа двух полушарий формирует полноценную работу психики человека. Если межполушарное взаимодействие не сформировано, а все-таки здесь стоит учитывать тот факт, что у нас большинство левополушарных людей. Почему так происходит? Во-первых, все дети, все люди рождаются с изначально одинаково активными правым и левым полушарием. Но в силу нашего социального опыта образование наше построено таким образом, чтобы активизировалось левое полушарие. В итоге получается, что правое полушарие менее активно. Идет асинхрония в работе обоих полушарий головного мозга. Как пример, те дети, которые у нас с вами на уроках, если берем школьников, ну даже дошкольники, на занятии, находится ребенок. Тот ребенок, который, как нам кажется, витает в облаках, смотрит в окно, фантазирует, что мы ему говорим. И родители тоже говорят, что фантазировать не надо, это все лишнее, нам это никак в жизни не пригодится. Нужно решать задачи, чем чаще мы решаем, тем лучше у нас получается, более мы становимся образованны и так далее. В итоге, помним, что левое полушарие у нас отвечает за логическое мышление, мы ориентируемся как раз на развитие логики, правое полушарие у нас в итоге менее активно. К чему мы приходим как результат? Идет неправильная обработка информации. У ребенка возникают сложности в обучении, проблемы в школе, в письме, устной речи, запоминания, счете, как в письменном, так и в устном, а также в целом восприятие учебной информации. Даже взрослые, давайте возьмем нас с вами. Мы же не учитываем то, что почему мы что-то забываем, почему у нас внимание не такое устойчивое, почему у нас с образным мышлением могут быть небольшие у кого-то проблемы, у кого-то большие проблемы. Почему? Потому что у нас уже сформировалась вот эта асинхрония в работе. Если мы хотим улучшить память, мы что, начинаем усиленно тренировать слуховую память, зрительную память, ну, в зависимости от того, у кого какой запрос. Да, но мы не смотрим в суть проблемы, не учитываем о том, что наши полушария должны быть работать синхронно. Так вот, одним из универсальных методов развития межполушарного взаимодействия является кинезиология. Это наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические упражнения улучшают мыслительную деятельность ребенка, синхронизируют работу обоих полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. Продолжительность занятий зависит, конечно же, от возраста. И минимум это 5 минут потихоньку идем на увеличение до 35 минут в день. Заниматься единственное, что, конечно же, нужно ежедневно и в доброжелательной обстановке, чтобы у ребенка не было сопротивления, отторжения, и он с удовольствием выполнял бы эти задания. Упражнения можно выполнять в любом порядке, в любом сочетании. Я как пример вам приведу только лишь. Дальше вы можете и сами придумывать то, что как вам считают, как вы считаете необходимо. Здесь главное понять смысл, а уже разнообразить можем самостоятельно. Итак, какие, например, упражнения? Руки вытягиваем вперед, сгибаем кисти, разгибаем. Затем поднимаем кисти вверх, вниз. Сначала работаем синхронно, затем асинхронно. Поработали так. Затем просим синхронно поворачивать в одну сторону, затем в другую сторону. От себя уже асинхронно идем. И к себе. Следующее упражнение. Даже взрослым будет даваться достаточно трудно. Называется колечко. Что мы с вами делаем? Стараемся переключиться как можно быстрее. Идем от указательных пальцев к мизинцам и от мизинца в обратном порядке. Здесь еще очень хорошо, если вы подключаете проговаривание в слух скороговорок. То есть мы таким образом даем нашему мозгу как можно больше задач. Например, сидели свистели, семь свиристели. Это как пример. Можно брать другие. Идем в разных направлениях. Одна рука начинает с мизинца, другая с указательного. И дальше пошли. Опять же, я сейчас показываю медленно. Наша задача ускоряться. Попробуйте сами. И взрослым тоже трудно выполнять это упражнение. Я еще также являюсь бренд-тренером. Работаю со взрослым населением. И тоже по оптам могу вам сказать, что не так-то легко это дается. Упражнение колечки. Следующее упражнение. В принципе, нам тоже всем знакомо. Кулак, ребро, ладонь. Три положения на плоскости. Последовательно сменяю друг друга. Кулак, ребро, ладонь. Дальше. Как мы с вами можем здесь усложнить? Получается, что одна рука у нас с вами будет опаздывать. Пусть это будет левая, например. Потом усложняем. Начинаем с правой. Одна рука будет у нас опаздывать на одно движение. А другая рука будет опережать левую. Правая рука будет опережать левую на одно движение. Как это будет выглядеть? Кулак, ребро. Ребро, ладонь. Ладонь, кулак. И пошли опять. Кулак, ребро. Идем по кругу. В одном направлении. И также в другом направлении. То есть здесь отрабатываем сначала одно направление. Затем, когда уже видим, что получается, берем уже упражнение. Модернизируем. Идем в другом направлении. В качестве упрощения можем сначала проговаривать слух, что мы показываем, да, кулак, ребро. Дальше уже, конечно, просьба, чтобы проговаривали либо мысленно, либо вообще не проговаривали. Из этой же категории упражнение называется времена года. Идем по ассоциациям. Это у нас с вами будет зима, холодно, кулаки. Дальше. Это будет весна. Все растет у нас с вами. Весна, щепотки. Лето. Все распустилось. Осень. Все завяло. Тоже предлагаем сначала синхронно. Идем. Затем можно, например, педагог может говорить, называть какое-то время года, ребенок показывает. Например, лето. Дети показали лето. Или весна. Дети показали весну. Двумя руками одновременно. Затем, уже когда это отработали, здесь же еще закрепляем времена года, лексическую тему, дальше в качестве усложнения уже ассинхронное выполнение. Одна рука у нас будет опаздывать на один сезон, а другая рука будет опережать наоборот на один сезон. То есть что получается? Зима-весна, весна-лето, лето-осень, осень-зима. И опять пошли заново. Тоже попробуйте. И взрослым дается очень, не так легко, скажем. Но могу сказать, что в результате систематической тренировки мы выполняем ежедневно, дети показывают все лучшие и лучшие результаты. И когда я уже вижу, что дети отработали это, то тогда обновляю упражнения и включаю уже другие. Следующая, опять же, тоже из этой категории у нас с вами идет кулак, камень, ножницы, бумага, наша игра, вспомним игру детства. Идем по направлению стрелок. Вы, кстати, можете скачать эту презентацию, чтобы использовать картинки для своей работы, если есть необходимость. Здесь уже идем против часовой стрелки по направлению стрелок. Тоже получается, что уже правая рука опаздывает, а левая рука опережает правую на одно движение. Кулак-ребро. Ребро. Все, извините. Кулак-ладонь. Ладонь-два пальца. Дальше. Два пальца-кулак. И пошли. Вот таким образом тоже предлагаем детям переключиться как можно быстрее с одного движения на другое. Следующее упражнение – ухо-нос. Что делаем? Здесь несколько вариантов выполнения этого упражнения. Одной рукой предлагаем дотронуться до носа, другой рукой крест-накрест до уха. Можно перед собой, можно вот таким образом делать. И что? Меняем руки. Или вот так. Тоже достаточно сложно дается. И взрослым в том числе. В качестве усложнения, когда уже это отработано, то тогда разбавляем хлопком. Хлопок поменяли. Хлопок поменяли. Хлопок поменяли. Когда уже это отработано, то можем предложить усложнение, чередовать один хлопок, два хлопка. Один хлопок, два хлопка. Здесь мы с вами еще, ребенок должен удержать программу действий. Тоже это нам нужно в школе. Следующее упражнение – поза Наполеона. Одна рука сверху, другая под рукой, вот таким образом. И просим поменять ребенка руки. Вот таким образом идем. Тоже попробуйте сами, как у вас это получится. Еще упражнение из этой категории – самолет. Вот что нужно делать. Левая рука чертит в воздухе треугольник, а правая при этом одновременно рисует круг. Две руки работают одновременно. Сначала мы можем предложить синхронное рисование треугольника, потом круга. И дальше уже асинхронное выполнение. Это упражнение можно выполнять не только в воздухе, но и на бумаге предложить рисовать детям. Можно попробовать на асфальте им предложить летом, когда дети на прогулке. Можно предложить рисовать как с открытыми глазами, так и с закрытыми глазами. Еще тоже очень нравятся детям асинхронные упражнения, такие, как, например, супер-окей. Одна рука показывает окей, другая супер. И дальше меняем. Поменяли. В качестве усложнения разбавляем хлопком. Вот таким образом. Еще тоже упражнение. Одна рука показывает зайца, другая – козу. Сначала единственный здесь момент хочу обратить ваше внимание, что мы отрабатываем синхронно. Не сразу даем асинхронное выполнение, потому что не выполнят дети, и у них настроение тогда уже не будет выполнять. Сначала отрабатываем синхронно. И затем уже просим асинхронно выполнять. Можем усложнить хлопком. Либо очередованием одного хлопка и два хлопка. То есть вот таким образом. Еще что мы делаем. Дети очень любят, и я за счет этого тоже реализую свои задачи коррекционные. Предлагаю либо стихотворение, либо на отрабатываемые звуки, либо скороговорки, тоже на автоматизацию поставленных звуков. И слух проговариваем. Либо стихотворение, либо скороговорку. И выполняем соответствующие движения. Например, скороговорка. Всем известно, шустрый сташа сушит сушки. Руки перед собой, кулаки. На одной руке большой палец вытягиваю, на другой руке мизинец. Шустрый сташа, то есть ребенок вслух проговаривает, выполняет движения. Шустрый сташа сушит сушки. Дальше у нас с вами заяцказа синхронно. Сушек высушил штук шесть. И смешно спешат старушки сушек сашиных поесть. Вот таким образом выполняем. И конфигурации очень много. Опять же, сама придумываю. Беру тот речевой материал, который мне нужен для реализации тех или иных задач. И накладываю на этот речевой материал различные движения. Следующее упражнение называется «Алфавит». Да, это, конечно, для тех детей, которые уже знают буквы. Упражнение развивает внимание, мышление, улучшается работоспособность. Выполнение этого упражнения помогает снять эмоциональное напряжение. Что здесь нужно делать? Ребенок вслух называет ту букву, которая начерчена черным шрифтом. Видим, буква «А». Внизу у нас в красном шрифте маленькая буква. И здесь три варианта. Либо буква «П», либо буква «Л», либо буква «О». «П» – это правая рука, «Л» – это левая рука, «О» – это обе руки. То есть что делаем? Называем букву и одновременно выполняем движение. «А» – назвали букву «А» и подняли правую руку. «Б» – назвали букву «Б» и подняли левую руку. То есть вот таким образом. Можем на время предлагать, но это уже в качестве усложнения, конечно. Еще здесь какой выход из ситуации, если, например, группа «Кто-то знает» буква, а кто-то не знает, если вы проводите групповое занятие. Что делаю я? Я на большом формате листа распечатываю, вешаю на стену, на шкаф, у кого какие возможности. И что делаю? Получается, что спереди, впереди выстраиваю детей колонны, либо по несколько человек рядами. Спереди те люди, дети, которые знают буквы, сзади те дети, которые буквы не знают. И те дети, которые умеют читать, знают буквы, они называют, выполняют, а те дети, которые стоят сзади, они смотрят и на детей, и на эту таблицу. В итоге и зрительная память развивается, и потихоньку еще и буквы «плюсы» начинаем учить, запоминают. То есть очень много решений, задач, когда работаем с этой таблицей. Еще следующий структ-тест для читающих детей. Что нужно делать? Как можно быстрее нужно прочитать строчки слева направо про себя. Но читаем про себя. Вслух же мы не читаем слово, а называем цвет шрифта, которым это слово написано. Что происходит? За счет этого упражнения у нас идет балансировка обоих полушарий головного мозга, тренировка и взаимодействие. Потому что за чтение у нас отвечает одно полушарие, за восприятие цвета отвечает другое полушарие. В итоге получается... Ну, помним, что правое полушарие у нас распознает цвета, а левое читает. Так вот, то есть как мы выполняем это упражнение, получается, называем синий, зеленый, черный и так далее. И тоже предлагаем детям как можно быстрее пройтись по этим словам. Также развитию межполушарного взаимодействия способствует зеркальное рисование. Времени уже у нас, смотрю, не очень много, поэтому очень-очень тогда быстро. Хорошо, пробегусь. Зеркальное рисование. Прописи вы также можете скачать, пройдя по ссылке. Когда мы работаем двумя руками одновременно, развиваем межполушарное взаимодействие. Одним из методов двигательной нейропсихологической коррекции при различных нарушениях является мозжечковая стимуляция. Она помогает людям развивать когнитивные функции, улучшая способ передачи информации между различными сенсорными центрами в мозге, все из которых основаны на чувстве равновесия, баланса. Все действия программы межечковой стимуляции происходят на специально разработанной доске. Доска Бельгоу, она перед вами на экране. Ребенок стоит на поверхности доски, которая в свою очередь укреплена на округлой основе, что и заставляет в итоге балансировать ребенка в попытках удержать равновесие. Выполняем различные упражнения. И здесь движения различные ребенок выполняют. Можно залезть, лезть с доски спереди, сзади, с обеих сторон. Ребенок в положении, сидя по-турецки, раскачивает доску и при этом пытается удержать равновесие. Ребенок, сидя на доске, выполняет упражнения руками. Можно выполнять имитацию плавания. Ребенок, сидя на корточках, выполняет покачивающие движения из стороны в сторону. Различные круговые движения руками, в одну сторону, в другую. То есть очень много. Здесь еще есть дополнительные приспособления. Наборы из трех тканевых мешочков с крупой, разные по цвету, весу. Палка с цветной разметкой, тоже перед вами на экране. Мяч на шнуре или резинке. Что мы можем делать? Каким образом можем использовать в своей работе? То есть и мажечковую стимуляцию обеспечиваем, плюс еще включаем различные речевые задания. Например, можно кидать мешочек об стену, или, например, мяч об стену и ловить, при этом стоя на доске, считать что-то, или называть все предметы на букву «А», например. Ну, опять же, очень много таких. Здесь уже все наши речевые упражнения подходят, и выполняем их, стоя на доске. Или я, например, педагог называю предмет вам в единственном числе, ребенок откидывает, кидает мяч, ловит его, называет во множественном числе, и так далее. То есть грамматику тоже здесь развиваем посредством мажечковой стимуляции. Еще при сенсорно... А вот они, вот эти предметы, которые идут дополнением к доске Бельго. При сенсорно-интегративных дисфункциях самый эффективный тренажер – это скакалка. С помощью прыжков на скакалке руки и голова начинают работать согласованно. Связи активизируются, развивается моторная ловкость, саморегуляция. К сожалению, незаслуженно забыли мы про скакалку, и не так часто я могу увидеть, например, ее использование. Родители тоже считают, что это глупое времяпрепровождение. Конечно, на занятиях достаточно сложно, вообще в группе достаточно сложно ее использовать. Но если организуем занятия на свежем воздухе, то, конечно же, очень хорошо, если вспоминаем, используем в своей работе. И здесь можно осваивать различные прыжки на одной ноге, перескок, бег через скакалку, прыжки назад, что еще, прыжки с перекрещиванием рук, прыжки через скакалку в паре. И также можем дополнительно предлагать детям различные речевые задания. То есть ребенок скачет на скакалке и проговаривает тот материал, который нужно отработать. Использование нейроскакалки. Для движения на этой скакалке нужна разнонаправленная работа ног. Одна нога совершает прыжки, а другая должна совершать движения вправо-влево. Либо вперед-назад, либо по кругу, чтобы скакалка крутилась. При этом улучшается межполушарное взаимодействие, работа вестибулярной системы, гармонизуется работа мозга. А если еще включить музыку и скакать в ритм, уже в качестве усложнения идет, то будет развиваться еще и правое полушарие. Если на каждый круг скакалки считать, либо произносить автоматизированные ряды, времена года, так, что у нас еще, дни недели, то будет развиваться еще и левое полушарие таким образом. Игры с мячом тоже незаслуженно забыты. В результате игр с мячом развивается ориентировка в пространстве, зрительно-моторная координация, тактильная чувствительность, проприоцептивная чувствительность, тренировка идет вестибулярного аппарата, координация движений. И тоже можно очень много придумать игр, взять на свое вооружение. К сожалению, уже время на сами заканчивать, уважаемые участники. Камешки Марбус, вот такие автоматизированные ряды под музыкальное сопровождение. Тоже можете скачать презентацию для своего использования. То есть под музыку просим ребенка повторить ряд. Итак, усложняем. Здесь у нас попроще представлен. Есть более сложные ряды. И, уважаемые участники, спасибо вам за внимание. Если есть вопросы... Не могу пролистать сейчас сообщение, что-то у меня в вашем чате. А, вот. Если есть вопросы, то можете задавать их. Презентацию можно скачать, пройдя... Так, сейчас скажу. Во вкладке будут файлы. Ищите вкладку файлы. Она доступна для скачивания. И спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Вам ждем вас на наших вебинарах.